Ситуацию в российских и украинских медиа. Прямо сейчас будем обсуждать с Андреем Васильевым, бывшим гендиректором издательского дома «Коммерсант», главным редактором газеты «Коммерсант» и фактическим создателем «Коммерсанта Украины». Андрей сейчас с нами на прямой связи. Андрей, добрый день. Слышите ли вы дождь? Ну, не очень добрый, а так привет. Ну, тогда здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Андрей, вот говорил некоторое время назад в нашем эфире с Павлом Филинковым, нынешним гендиректором издательского дома. И назвал он следующую цифру. Один миллион долларов в год – чистый убыток «Коммерсанта Украины» за прошлый год. И, ну, вот, собственно, это главный аргумент, плюс схлопывание рекламного рынка на Украине, главный аргумент за закрытие издания сейчас. Насколько вам кажется, здесь действительно в первую очередь руководство издательского дома руководствовалось именно экономическими соображениями? Ну, вы знаете, я читаю своего коллегу Филинкову, в общем, нетрудно, он все-таки в теме, я не в теме, но просто я могу сказать, что такого типа убытка уже был, начиная с кризиса 2008 года, потому что рекламный рынок на Украине, он тогда очень упал, и он, в общем, конечно, не восстановился. Причем он и в России-то не сильно восстановился. Ну, на Украине просто беда, это правда. И, насколько я знаю, что «Коммерсант» был готов терпеть этот убыток. Ну, не говоря о том, что он в общем объеме «Коммерсантский», это, в общем, небольшие деньги. Ну, вот, насколько я знаю, вот просто я с Пашей Филинковым не говорю на эту тему, поэтому, ну, во всяком случае, это не новость, что, значит, такой убыток. С 2008 года это вот так и было. Скажите, пожалуйста, вот тот факт, что новость появляется сегодня, на следующий день после «Лент.РУ». Насколько, как вам кажется, это совпадение? Насколько, ну, вообще думали о том, что одна новость, ну, как продолжение новой? Нет, ну, надо понимать, какая вещь. Это вообще-то довольно философский вопрос. Знаете, есть пропаганда и пропаганда, да? И вот есть, ну, какая-то вот эта вот глиотина, которую мы видим по телеканалам, а может быть, качественная пропаганда. В данном случае, там, если говорить о «Ленте РУ», о «Коммерсанте Украины», это была качественная пропаганда. В том смысле, что Россия как бы демонстрировала, что в России еще допустима объективная журналистика. Это такое, это что называется, качественная пропаганда, как и белый пиар, скажем, да? Теперь этот пропагандистский, значит, козырь у России исчез. То есть не может быть объективной журналистики в отношении, там, украинских событий. Да и вообще, наверное, не может быть. Вчера вот очень много говорилось о том, что, например, сотрудники «Ленты РУ», ну, в целом, там, ряд журналистов, которые сейчас остались или остаются без работы, могли бы организовать, например, на Украине или в России на какие-то, там, в том числе собственные деньги, некоторое независимое СМИ, которое бы не зависело от, ну, скажем так, акционера, да, который в случае с «Лентой РУ», это Александр Мамут, в случае с «Коммерсантом», конечный акционер Алишер Усманов. Насколько верите вот в возможность такой конструкции? Ну, вообще, на свои деньги это утопия, потому что, в общем, выпускать качественные СМИ, что тем более бумажные, это, в общем, большие деньги, они, конечно, на частные средства журналистов это не получится. А вот то, что, например, они бы могли бы собрать деньги на Украине, на это самое, ну, да, и я думаю, что в данном случае там, ну, там, как бы для красоты, там бы Майдан скинул, скидывался, конечно, там, или какие-то народные, там, каутсорсинг, а вообще-то я думаю, что там было бы, могли бы действительно богатые люди подкинуть бабла, причем там надо было брать от разных, если уж брать от олигархов, то нужно брать от там четырех-пяти, которые были бы разные интересы, чтобы не попасть под интерес какого-то одного, понимаете? Ну, наверное, это было бы реально, но это вполне себе такая профессиональная задача. И все равно это не сделаешь в пять минут, а вот, скажем, выпустить какие-то два-три номера, да, и в электронном виде, и в бумажном, наверное, можно. И в том числе, если кого-то интересует эта тема, объективное мнение, там, российских именно журналистов, если кого-то интересует на Украине, то давайте бабла, ребят. А насколько верите в существование каких-то краудфандинговых, в том числе, моделей в России? В России я не очень верю, а там, вот в этой ситуации, которая есть на Украине, которая действительно, для меня это был приятный сюрприз, что Украина... Ну, я не говорил, конечно, отморозков там полно, естественно, как и, собственно, в России, как, наверное, в любой стране, но действительно там есть некое единение Украины. Вообще, для меня был просто офигенный сюрприз, что там на Западе начали во Львове говорить по-русски, а на Востоке говорить по-украински. Ну, вот я, прожив там на Украине, не вынимая 14 месяцев, для меня это, конечно, был очень приятный сюрприз. То есть есть такое объединение, есть такое воодушевление. К сожалению, это против общего врага, такие вот позитивные настроения в обществе. И, наверное, можно было бы собрать деньги в этот момент. Ну, мы же знаем, что действительно Майдан финансировали совершенно разные аллергии. И просто богатые люди, и состоятельные, и даже подкидывали, в общем, серьезные бизнесмены деньги на борьбу, скажем, с режимом Януковича, да. То есть это прикольно. Ну, как сказать, в 1906 году я помню, что действительно единственный раз, когда российские олигархи сплотились против коммунистической угрозы. Это был такой момент, правда? Ну да, действительно, действительно был. Скажите, пожалуйста. Вводим, потом они все это, значит, профукали свою победу. Это другой разговор. Но вот в тот момент такое было антикоммунистическое воодушевление, и люди делились обчеловечески. Ну, а скажем так, для группы каких-то там бизнесменов, вот в этот момент, это небольшие деньги создать СМИ. И быстро создать СМИ. Это правда. Те процессы, Андрей, которые происходят в России, насколько они, если мы говорим о медиа, насколько они, с вашей точки зрения, обратимы, и может ли, ну, собственно, некоторое пространство свободы власть вернуть? Ну, например, после окончания, не знаю, там, украинского... Вы знаете, я старый человек, и, наверное, не надо меня слушать. И вас уже спросили, я отвечу. Я не верю, что они обратимы, потому что сложилась такая ситуация, что профессиональные журналисты, они не могут, не разрешено действовать в соответствии, скажем, с законом о печати, да? А те, которые, значит, искренне честные люди, они дико вопиющие непрофессиональные. Вот такая вот произошла история. На мой взгляд, повторяю, может быть, лучше ко мне не прислушиваться, потому что я старый брюзгат, и... ну, вот в моем мне не такое. Нет, ну, вот я на самом деле даже гораздо больше имею в виду ситуацию, ну, которая сохранялась, там, например, до вчерашнего дня, до последнего месяца, когда... До вчерашнего дня тоже ничего особо не сохранялось. Нет, ну, смотрите, но было же некоторое количество СМИ, да, у которых пусть и лояльные нынешние власти были владельцы, как, например, там, Александр Мамут, но некоторое пространство, там, редакционной свободы у той же ленты сохранялось, да, да, определенное время у Финкерсанта. Понимаете, вот там, скажем, там, вырвать проводку из стены, да, это, может, одна секунда, а потом ее восстанавливать, это надо же монтера позвать, там, то еще... Просто вот я про обратимость. А здесь все возможно, господи. Если у нас, собственно, говорят, пристройка, там, 80-е годы, она же началась, собственно, с журналистов, да, а это, собственно, были люди, люди, которые даже не то, что их отцы, а их бабушки даже не знали свободной журналистики, однако же это возникло, да, то есть теоретически все возможно. Когда, я думаю, я в этих условиях, практически я в это очень мало верю. Спасибо вам большое. С нами на прямой связи был Андрей Васильев, бывший гендиректор издательского дома «Коммерсант» и фактический создатель «Коммерсанта Украины». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова